Десять шайб хоккейный клуб «Саров» забил ворота противника и одержал очередную победу. Выходные саровские хоккеисты приняли на своем льду ХК Сеченова. Наши спортсмены провели игру на домашнем льду в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги. Перед игрой собрались, хотели и дали, я считаю, бой, в принципе, но команда не по силу. «Саров» – лидер чемпионата, все равно комплектованная, более мастеровитая, более выносливая. Проиграли свою зону, передачи через 3-4 человека проходят, очень тяжело такие шайбы поймать. Хоккейный клуб «Саров» достойно и уверенно вел игру и не давал расслабиться сопернику. Первый период наши спортсмены завершили со счетом 4-1, второй – 6-2, финальный счет – 10-2. В таком напряженном поединке не обошлось без эмоций, особенно в конце игры. Вышли немножко настроены, получилось в первом периоде забить, потом какая-то нелепая ошибка и все, и что-то расстроились, встали, дали почувствовать команде. В итоге пришлось немножко перестроиться и все сложилось удачно, закончили 4-1. Хоккейный клуб «Саров» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Нижегородской области. Сейчас у команды 27 очков в 11 играх. Чтобы и дальше одерживать победы, спортсменам нужно всегда держать себя в тонусе и поддерживать отличную форму. Но вот с тренировками на льду у саровских хоккеистов возникают проблемы. Тренировочных процессов не хватает. Администрация ставит лед в 22.30, и поэтому мы один раз катаемся в пятницу в 21.15, ой, в 20.00, и играем в выходные. Хочу обратиться к администрации, чтобы нам ставили тренировки не в позднее время, так как народ весь взрослый, встает на работу в 6.30 утра, зарабатывает деньги всеми. Следующая игра хоккейного клуба «Саров» состоится на выезде. 29 января наши спортсмены скрестят клюшки с командой из Кстова. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.